МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назвать никак нельзя, это грязный собачий ад, недоумевает автор поста. Сообщение собрало около 20 тысяч просмотров и сотни комментариев. Как обычно, бывает, в таких случаях схлестнулись зоозащитники и докхантеры. Читатели подтвердили, что на этом подворье живет много спасенных собак, до которых никому нет никакого дела, кроме хозяйки Любы. Многих псов притащили и бросили на эту женщину. Она всех содержит за свой счет. Все собаки с этого места регулярно ездят в ветклинику, прививаются. Территория убирается по мере возможности. Блогер Алексей Авдеевичев рассказал про заброшенную Михайло-Архангельскую церковь в селе Дергачи Красноармейского района. Она была построена по проекту епархиального архитектора Тадеуша Севериновича Хилинского приблизительно в 1900-1905 годах. В конце 20-х годов ее закрыли, а в 1942 году разрушили. Храм начала XX века интересно осматривать не только снаружи, но и внутри, ведь на его своде сохранились оригинальные фрески с изображениями евангелистов. Церковь из красного кирпича, вместимостью 3000 человек, построена в неорусском стиле. Когда-то в ней имелось три престола. Один во имя святого архистратига Михаила, второй во имя нерукотворного Спаса, третий во имя Иверской Божьей Матери. Главная ценность этого храма – уцелевшие оригинальные фрески, на которых изображены четыре евангелиста. Матфей в образе ангела, Марк в образе льва, Лука в образе тельца и Иоанн в образе орла. Почти все углы церкви разрыты, основания у церкви каменные. Откуда появились ямы, сложно сказать. Возможно, это результат исследований с целью реставрации храма. Продолжение следует...